Приветствую, меня зовут Ратим Первушин, вы на канале по инвестициям. Хотел сказать на фондовом рынке, но сегодня речь пойдет не о фондовой бирже и не об акциях, а о моем основном инвестиционном портфеле, который включает в себя недвижимость. Я такой своего рода real estate investor, и подобные выпуски я буду делать раз в месяц, это уже вторая часть, прошлый выходил ровно месяц назад. И казалось бы, если я real estate investor, покупаю недвижимость, даю ее в аренду, о чем тут говорить, зачем вообще такие выпуски нужны, что нам показывать, это все скучно, ничего не меняется, ничего интересного, ну, какой-нибудь объект куплю, можно записать отдельное видео по этому объекту, о чем я буду говорить здесь. А на самом деле есть о чем поговорить, и если вы не смотрели прошлый выпуск, я сейчас вам покажу. Как раз разговор у нас пойдет в контексте текущего времени, а именно в контексте прошлого 2022 года, самого худшего в моей инвестиционной карьере, на своих инвестиционных идеях в прошлом году в связи со всей вот этой ситуацией, которую вы знаете, я потерял где-то от 400 до 500 тысяч долларов, у меня сдох бизнес, и недвижимость, которую я набрал в ипотеку, в основной своей части, я оплачивать уже не мог себе позволить, там были платежи более 600 тысяч рублей в месяц, ну, вот, например, к апрелю 2023 года вы можете видеть, что у меня было 46 миллионов долгов по ипотекам, и платить я за них должен был от полумиллиона рублей в месяц. Сейчас ситуация исправилась, поправилась, я постепенно ипотеки отдаю, оплачиваю, и на текущий момент у меня осталось всего лишь 26 миллионов рублей долгов, за которые я плачу по 300 тысяч в месяц, более того, я данную статистику записываю на первое число каждого месяца, и уже к текущему моменту я еще одну ипотеку закрыл на 6 миллионов рублей, что отразится уже в следующем месяце, по сути, у меня и долг поменьше стал, и платеж уменьшился. Покажу графики, покажу, как я к этому иду, и сразу отвечу на вопрос, для чего я это показываю, это снимаю. Для того, чтобы замотивировать каждого из вас, начинать инвестировать, какая бы ситуация сложная в жизни у вас не была, из всего можно вылезти, можно продумать инвестиционную стратегию в каждом абсолютном случае, хоть 100 рублей ты отложил, хоть 1000, хоть 10 тысяч, хоть у тебя 53 миллиона рублей долгов, все равно нужно брать себя в руки, нужно начинать инвестировать, заниматься финансами, и к чему я это говорю, а к тому, что если вы не смотрели прошлый выпуск, где я показывал инвестиционный портфель в акциях, где в конце выпуска, в рамках ответов на вопросы, в комментариях озвучивал свое состояние с конца прошлого года, озвучиваю еще раз, если вы этого не смотрели, у меня была апатия полная, настолько, что я не занимался финансами более чем полгода, я не вел даже базового дохода, расхода, я не знал, сколько денег я на что трачу, я не работал, я просто отдыхал, у меня были накопления, естественно, я там те 400-500 тысяч долларов, которые на инвестициях на разных абсолютно полюсах инвесторского ремесла, так скажем, потерял, у меня еще сверху, естественно, оставались же средства, на которые я жил, и вот уже постепенно, только вот, получается, к апрелю я начал брать себя в руки, снова погружаться в голову, погружаться с головой в тему финансов, и, по сути, заново верстать все таблицы, все бюджеты, все цифры сводить, и вот в связи с этим, в том числе, вы видите данные только от апреля 23 года, это тот период, когда я начал заново заниматься своими финансами и отдавать долги в рамках данного портфеля. На самом деле, я это начал записывать уже после того, как продал две квартиры, у меня их было 9 на пике, и долги превышали 60 миллионов рублей, плата в месяц там была свыше 600 тысяч, записал я уже, так скажем, в процессе адаптации и возврата долгов, и к чему я, собственно, пришел. Обратите внимание, давайте на графике справа я переключусь, хотя до того, как я дам комментарий по прогрессу своему, скажу следующий момент. Во-первых, я на канале в основном снимаю видео по инвестициям на фондовой бирже, на фондовом рынке. Подписывайтесь, если кто еще не подписан. Мы здесь говорим про финансовую грамотность, про инвестиции. Инвестирую я через брокера БКС, лучший брокер в России, и такая рекламная интеграция. Ссылка будет в описании на открытие бесплатного брокерского счета в БКС. Его открывают онлайн за 5 минут по ссылке внизу. Если вы это сделаете, во-первых, у вас комиссия 0 рублей в месяц, ничего не платите, абсолютно бесплатно открывайте счет. Если вы покупаете какие-то активы, вообще комиссии тоже не платите. То есть абсолютно бесплатный брокерский счет, инвестируйте сколько угодно, комиссии вообще никаких платить не будете. Более того, за вами закрепится еще персональный менеджер Сергей, его выделили специально для тех, кто по ссылке от меня переходит, регистрирует аккаунт от моего канала. Но обращаю ваше внимание, что вы не платите комиссии вообще за покупку. Если вы будете продавать активы, естественно, комиссия будет. И если вы будете продавать более чем 250 тысяч рублей в месяц, активов на сумму более чем 250 тысяч рублей в месяц, вам будет выгоднее перейти на тариф за 300 рублей в месяц, чтобы экономить на комиссиях. Ну, пока вы ничего не продаете, просто покупайте бесплатно абсолютно, потом, если что, перейдете. Вот такая интеграция. В конце этого выпуска также отвечу на вопросы из комментариев, поэтому можете писать под этим видео любые вопросы. Я в каждом следующем ролике на канале буду затрагивать все комментарии, отвечать на все вопросы. Так что ж, возвращаемся к статистике и конкретным цифрам. У меня сейчас осталось всего 4 квартиры. Было 9, я по сути 5 продал. Это основной был мой запал, запас на то, чтобы отдать ипотеке и не платить там по 600 тысяч рублей в месяц. У меня еще и расходы на жизнь достаточно высокие, и бизнес у меня сдох, соответственно, было тяжело достаточно платить такую сумму. Соответственно, я начал распродавать объекты. Когда я продаю объект, ну, например, я вложил у него 2 миллиона рублей, 8 миллионов рублей взял в долг, я его продаю обратно за 10 миллионов. Получается, что я 8 миллионов рублей сразу же гашу и 2 миллиона получаю назад. На эти 2 миллиона я могу погасить еще там часть другой ипотеки, например. Соответственно, я таким образом продал 5 объектов и продал их в минус. В плюс я закрыл всего лишь 2 из них и 2 самых первых, которые даже не отражены в этой таблице, остальные я продавал в минус. У меня перекос моего портфеля состоит в том, что было много объектов, купленных в Краснодарском крае, и всего один в Москве. Но этот один объект в Москве составляет половину моего портфеля, поскольку мы увидели вообще цены на квартиры в Москве. Шок и ужас. У меня было два пути. Либо я продаю большую часть объектов и оставляю московскую квартиру, либо я продаю объект в Москве и оставляю все, что у меня в Краснодаре накуплено. Я решил пойти по пути, не сказать, что наименьшего сопротивления, но можно и так сказать. Окей. Я оставил объект в Москве и распродал практически все в Краснодарском крае. У меня сейчас осталось два объекта, которые сдаются в аренду в Сочи. Москва, которая строится до сих пор и будет строиться, скорее всего, еще около года. И еще объект в ТОПС, на который особо надежды не возлагаю, но я его взял по льготной ипотеке и плачу там по 15 тысяч рублей в месяц, в связи с чем он просто у меня висит и ничего с ним делать не буду. Пусть висит до лучших времен, так скажем. Вот это все мои четыре объекта. Сдаются два из них, это квартиры в Сочи. И, казалось бы, может, закраситься вопросом, нафига мне нужна квартира в Москве, ради которой пришлось продавать пять квартир в Сочи. Ну, там не только Сочи, Краснодарский край, Краснодар, Новороссийск. Ну, все равно, зачем? А дело тут в том, что в связи с мобилизацией в конце прошлого года в связи с... Как это называется? Специальная военная операция, точно вспоминал вот это слово. В связи с этим спрос на объекты в России резко упал в конце того года. И он только-только восстанавливается сейчас. Цены сейчас на недвижимость, на вторичный рынок ниже, чем были год, то и полтора назад. Соответственно, когда я начал продавать объекты, у меня вот возникла такая идея, такой запрос. Оказалось, что если я покупал квартиру в Москве за 42 миллиона рублей, продать я ее могу, она еще и встроится, к тому же, за 33 миллиона, что-то такое. Учитывая, что я еще ипотечные средства привлекал, немного, там, 10 миллионов рублей в ипотеку, то получается, что я вложил 32 миллиона рублей своих, а забрать могу назад, там, 22. То есть, это 35% убытка фиксировать на ровном месте. Я этого делать не стал. Продал в небольшой минус 5 объектов в Сочи, вернее, 2 в плюс и 3 в небольшой минус. И в целом, вот, ровно на текущем моменте зафиксировал состояние своего портфеля. Что могу сказать далее? Теперь я долги по ипотеке не буду выплачивать посредством продажи объектов, поскольку, ну, там продавать-то уже нечего. Я два объекта в Сочи сдаю. Москву жду, пока достроится, пущу тоже в аренду где-то через год. Ну, в ТОПСЭ просто висит, оно есть не требует. Там копейки я по нему плачу, ну, и пусть висит. Считайте, что, по сути, актуальных объекта три на самом деле. И я просто буду платить ипотеку. На деле у меня там платеж около 200 тысяч рублей в месяц получается. Тут еще вы видите цифру 318 тысяч, но я закрыл самую дорогую ипотеку на 6 миллионов. Последний платеж сейчас внес на днях. И там около 200 тысяч рублей в месяц получается платеж. При том, что я получаю доходом со сдачи в аренду сейчас 90 тысяч рублей в месяц. А здесь я хочу сакцентировать внимание отдельно. Посмотрите на то, как меняются мои графики. Стоимость недвижимости это, ну, по сути, рыночная стоимость моей недвижимости. Она снижается, поскольку я распродаю объекты. Видите, что она упала с 95 миллионов рублей до 68 с половиной. Кроме того, я еще чуть-чуть редактирую в зависимости от колебаний спроса предложения. Сейчас чуть-чуть цены выросли в сравнении, например, с октябрем прошлого года, когда был эффект объявления мобилизации. Ну, соответственно, я цены чуть-чуть поднял. К слову, если бы я сейчас продавал объект в Москве, при том, что он все еще строится, уже появляются покупатели по цене в 40 миллионов рублей. То есть, по сути, я подождал менее года. Тогда я мог его продать максимум за 33, сейчас за 40. Это тоже мне в убыток, я тоже этого делать не буду. Естественно, я уже другие объекты распродал. Тем не менее, вот 7 миллионов рублей просто на том, что я подождал. Теоретически я могу вытащить, чего не смог бы сделать год назад. Графа долг показывает, сколько я должен заплатить за ипотеку. И видно, как я усердно работаю над тем, чтобы закрывать эти цифры. Сколько квартир. У меня, ну, здесь с 7 начинается падение до 4 сейчас. Сколько я плачу в месяц с 500 тысяч рублей. Видим, что до 318 спустилось. То есть, там будет еще достаточно сильное снижение в следующем месяце. Стоимость чистых активов. Вот здесь сакцентирую внимание, что это такое. Это, по сути, стоимость недвижимости минус долг. Стоимость чистых активов. То есть, какая чистая доля моя, моих денежных средств находится в этих объектах. То есть, сколько они стоят на рынке, минус долг. Сколько я за них должен еще заплатить, чтобы полностью без обременения эти объекты были. И видно, что хоть и стоимость недвижимости снижается, стоимость чистых активов за последний месяц выросла. Притом, она еще сильнее подрастет как раз-таки на те самые 6 миллионов рублей в следующем месяце за счет того, что я погашаю долги. Она, по сути, вот будет колебаться на текущих где-то уровнях. Вот с 48, там 49 миллионов рублей. Единственное, что упало до 42. Но, как я сказал, в следующем месяце тут на 6 миллионов будет прирост. И вот около того же уровня, по сути, будет колебаться стоимость чистых активов. То есть, хоть и количество объектов управления у меня упало. Упала их общая стоимость, упали долги. Но количество моих денег, сколько я получу, если продам все прямо сейчас по рынку, оно, ну, примерно такое же осталось, как и было год назад. Здесь, возможно, может закрасться вопрос. Ну, ты же сказал, что на 7 миллионов рублей квартира в Москве выросла. Да, но я все-таки за это время, ну, примерно такую же сумму, наверное, отсюда вывел без... Безвозвратно, что ли. Ну, 5 квартир продал где-то. Да, 7 миллионов рублей я отсюда вывел безвозвратно. И смотрим далее. У меня есть еще два пункта. Доход со сдачей в аренду и доход минус ипотека. Что значит доход со сдачей в аренду? Почему он так скачет? Это как раз-таки доход на данный момент от двух моих объектов. Я думаю, что запишу два видеоролика с обзором этих объектов. По цифрам покажу, что они себя представляют. И фотографии приложу. Если вам это будет интересно, напишите в комментарии. И эти два объекта сдаются. Сдаются они каким образом сейчас? Через управляющую компанию, посуточно, с комиссией в 30%. Я это тестирую. И первые там три месяца теста это была подготовка квартир к аренде, прощупывание почвы, почем их можно сдавать. И вот только-только первый месяц в августе была полноценная работа. 90 тысяч рублей это я получил себе в карман уже за вычетом всех расходов. А расходы, когда ты сдаешь квартиры по суточному аренду, там на всякие шампуни, тапочки, полотенца, туда-сюда, на уборку. Ну, управляющая компания 30% забирает. Ну, вот за вычетом этого всего 90 тысяч кладу себе в карман. Много это или мало? Это не сказать, что мало, наверное, хотя напишите в комментариях. Но это далеко не много, поскольку я сдавал ровно эти же два объекта раньше в долгосрок и получал больше. Я получал где-то 60 тысяч за один объект, 50 за другой. То есть где-то 110, может быть, 120 тысяч получал, но минус комиссия. Ну, там комиссия 10% была, я тоже через управляющую компанию сдавал. Минус налоги. Ну, получалось больше. Однако, такая цифра меня устраивает, если она будет продолжаться. Я таким образом и продолжу сдавать объекты. Но здесь есть один нюанс. Сочи летом завышены цены, зимой цены падают. Соответственно, зимой максимум, скорее всего, придется ориентироваться на 40-50 тысяч рублей, что недостаточно. Это, по сути, деньги, которые можно выручать только с одного объекта. Но я там уже ближе к делу буду думать, что с этим делать. Возможно, пущу в долгосрочную аренду. Здесь есть другие минусы. Подводные камни, что, понятное дело, когда один человек живет в квартире длительный период времени, квартира изнашивается. Если квартира сдается на посуточной основе, то неделю там пожил один человек, прошла уборка, там, подтерли что-нибудь, где-нибудь вставили лампочку, вкрутили, убрали какие-нибудь осколки, что-то подклеили. И, по сути, квартира всегда находится в чистоте, в порядке. Если что-то не так, небольшие затраты в несколько тысяч рублей покрывают полностью, ну, не сказать, что косметический ремонт, да, но какие-то все недочеты устраняют. То есть, по сути, квартира всегда находится в порядке. Это мне нравится. Ну, и вот доход минус ипотека, она как раз-таки показывает, насколько я в минусе в месяц с учетом текущих платежей, если вот получаю такие выплаты за недвижимость. Что я хочу сделать? Я хочу сейчас не закрывать полностью все долги в ноль. Я то, что сейчас зарабатываю с рынка, я не буду вкладывать в покрытие ипотек. Я уже определил бюджет на ближайший год на оплату ипотек. Бюджет на ближайший год после того, как в эксплуатацию ведется объект в Москве, чтобы там поставить мебель и сдавать в аренду. Я буду ждать этого периода. И как только это произойдет, я ориентируюсь где-то на 150 тысяч рублей минимум в месяц со сдачи объекта в Москве. Возможно, и скорее всего будет даже больше. Посмотрим на цены, которые будут через год. И это полностью будет покрывать мои расходы по ипотекам. То есть, по сути, имея вот эти три объекта недвижимости, сдавая их в аренду, у меня, сколько там, 26 миллионов рублей долгов, но которые я отдавать не должен. Они, по сути, погасятся сами собой с течением времени. На 26 миллионов рублей я буду в плюсе. И вот, допустим, у меня имеется 26 миллионов рублей на банковском счету. У меня есть выбор, погасить ипотеки или вложить их куда-нибудь параллельно. Я, естественно, вложу их куда-нибудь параллельно. Например, не знаю, там куплю еще один объект, пятый. Не повышая долгов, не беря новую ипотеку, просто за свои средства, чтобы еще сильнее увеличить пассивный доход. Или на фондовый рынок вложу. Тоже вот есть такие варианты. И вот над этим я как раз-таки буду работать. Что ж, на цифры уже актуальные, которые, скорее всего, на долгое время тут закрепятся, мы сможем посмотреть через месяц. Я их здесь обновлю. Может быть, что-то еще интереснее появится, чем я только что описал. Перейдем к комментариям. И не забывайте, что на канал надо подписаться. В комментарии можно что-нибудь написать, спросить. Я это вижу, это читаю. И в следующем видео отвечу на вопросы из комментариев. Плюс не забывайте про другие соцсети. Ссылки на них внизу. Там контента больше. Телеграм, Инстаграм. Например, можете сканировать данный QR-код своим телефоном с экрана. И попадете в мой Телеграм-канал, где я контент даю оперативнее. Там все-таки написать пост проще, чем записать, выложить видео на YouTube. Ну что, давайте почитаем комментарии. Вот примерно с этого периода я их не читал. Две недели уже прошло. Артем, ты год назад вначале обычку Ленке купил. Я тебе сказал, что надо привилегированные. Год прошел, ты опять обычку взял. Меняй на привилегированные, как и год назад. Ну да, это касаемо моего инвестиционного портфеля в акции. Там нужно посмотреть, пересмотреть мой портфель на предмет наличия у компаний, которые я покупаю привилегированных акций. По многим из них могут быть дивиденды выше. Я пока до этого не дошел, да. Можно их пересмотреть и переложиться. Ничего страшного нет, потому что я покупал обычную компанию, а не привилегированные. Обычная акция, а не привилегированная. Нужно просто выделить на это часик и посмотреть. Какой раз ты с нуля ведешь, типа расходы покрыть его я не могу. Это про портфель. Да, у меня там рубрика «Портфель инвестиционный с нуля», где я там с нуля пополняю по чуть-чуть, покупаю акции. Веду я его, наверное, второй раз. Второй раз с нуля. Я начинал канал как раз-таки с таких выпусков. Покупал акции с нуля, потом перешел в недвижимость, как только у меня стал портфель достаточно большим и пригодным для покупки недвижимости. А сейчас параллельно вот мой основной портфель инвестиционных недвижимости и я еще и в акции вкладываю по чуть-чуть, понемногу, для того, чтобы контент на канале был и вы смотрели, как это происходит. Красава. А, кстати, если бы вы вместе со мной это делали, возможно, вы бы тоже смогли покрыть свои расходы дивидендами. Красава, Артем. Лучше продолжаю в том же духе делать для нас годные видео. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, как создать такие же таблицы. Я много раз по таблице говорил, как-нибудь дам шаблон позже. Так что по поводу акций, которые еще и привел. Акции имеют перекупать или на обыкновенных оставить? А, ну это вопрос про привилегированные. Я еще не смотрел. Время пока не выделял на это. Расскажите, пожалуйста, откуда вы, как образование, где сейчас живете? Я не в России живу. Вообще, я последнее время до отъезда жил в Москве, до этого в Сочи. А так я с Урала, с Нижнего Тагила. Как относится к краудфандингу? Никак не отношусь к краудфандингу. Я даже на вскидку не смогу сказать, что это. Это, наверное, инвестиции в какие-то стартапы. Не сказать, что, наверное, никак не отношусь. Окей. Баффет говорит, вам нужно максимум акций трех компаний. Зачем мы делаем тогда 10-15 компаний в портфеле? Потому что если вы купите три компании, вы, скорее всего, недозаработаете денег, либо деньги потеряете. Недозаработаете в случае, если вы хреново компанию отобрали. А вероятность того, что вы хреново компанию отберете более 50%. И я не конкретно про вас, а вообще в целом про любого человека, кто начинает инвестировать, даже с каким-то опытом уже в прошлом, он с вероятностью 50% тыкнет на одну компанию, который будет хреново показывать себя. Тем более там, понятное дело, будут высокие риски. Ну, представьте, у вас есть 15 миллиардов долларов. Вы что купите? Ну, купите в Сбербанк, да, полностью. Хорошо. Что из этого получится? Ничего хорошего не получится. Купили вы 58 компаний. Были бы как у Уоррен Баффет, у которого там доли, я даже не знаю, в скольких компаниях имеются очень много. По какому принципу вы выбираете акции? Портфель. Портфель у меня дивидендный. Я покупал российские акции. Дивидендный, ну, приоритетно на растущие компании я смотрел, но там много также таких плюс-минус стагнирующих, которые на месте стоят. Главное, стабильные. Я смотрел, чтобы денежные потоки были стабильные, в идеале растущие, чтобы дивидендная доходность была и была достаточно высокой, но дивидендная доходность, и это все-таки не первостепенные показатели, которые я смотрел. То есть я не брал компанию там с доходностью по 20, по 30 годовых. Понятно, что из них ничего хорошего не получится. Как сделать такой учет? Когда-нибудь поделюсь шаблоном таблицы. Wildberries не подходит для портфеля. Я даже не смотрел акции Wildberries. Видимо, нет, раз они мне не попадались по скринеру. Почему вы не через Take Profit покупаете акции? Так ведь выгоднее получается. Take Profit – это ордер, который ставится для того, чтобы зафиксировать прибыль. То есть у вас есть какая-то позиция в портфеле. Вы купили, например, акцию Сбербанка по 100 рублей. Вы тыкаете на Take Profit и тыкаете на 200 рублей. И автоматически, когда Сбербанк дорастает до 200 рублей, у вас брокер фиксирует прибыль без вашего участия, поскольку вы такую заявку оставили. Именно ваш канал дал мне толчок к желанию прокачать финансовую грамотность. Спасибо. Было бы здорово, если бы вы посоветовали какие-нибудь источники, книги, лекции и другое, а также поделились, каким путем развития финансовой грамотности и инвестиций пришли вы. А можете посмотреть мой путь на канале? У меня ролики тут. Я думаю, что найдете еще с периода, когда у меня инвестиционного портфеля в акциях-то не было. Потом я его разгонял, раскачивал и в недвижимость перешел. Тут у меня полный... Полный мой финансовый путь, что ли, на моем канале изложен. Смотрите, я же не зря видео снимал. Буду ждать это в следующем видео. Интересно было бы еще подсчет, какой процент от инвестиций дают дивиденды, в общем, с портфеля. У меня есть такой подсчет, в табличке показывал. Обращу внимание в следующем видео отдельно на это. Еще вопрос. Если цель данного портфеля – пассивный доход с дивидендов, почему некоторые компании с дивидендами 1-2-3%? Потому что они хорошие по финансовым показателям, для диверсификации я их взял. Да. Вот насчет видео про создание таблицы. Я думаю, это будет интересно, потому что половина просто выписывает цифрики в прямоугольничке. Как сделать все грамотно? Знают единицы. Формула, диаграмма, проценты, всякие штуки. Можно загуглить. Просто загуглишь формулы. Excel. Выдают все ответы. Я таблицу так и делал. Артем, можешь рассказать, как ты высчитал процентное, какое процентное отношение у тебя должно быть в портфеле? Очень интересно. На это лучше все-таки ответить, наверное, в следующем видео. Это нужно прямо вообще в таблице показывать в идеале. Но если кратко, то я выписал компании, которые мне интересны. По их финансовым показателям я дал им такую свою субъективную оценку от 5 до 10. Ну, почему не ниже 5, потому что ниже 5 я просто компании не брал, которые мне совсем не нравятся. От 5 до 10 поставил им оценку просто циферкой. Потом взял среднее взвешенное конкретной компании от общего количества вот этих циферок. От общей суммы этих цифр. Среднее взвешенное. Что такое? Просто погуглите, вы поймете. Артем, сделай гайд, как создать такую таблицу, чтобы контролировать счет. Научи, пожалуйста, делать такую же таблицу. Привет, ты мог бы записывать в 1080p. А у меня не 1080p, да? Печально. Что думаешь насчет майнинга в 2023? Выгодно, если у вас электричество бесплатное. Иначе не выгодно. Я потерял на майнинге 10 миллионов рублей. Привет, спасибо огромное за ролик. Подскажи, пожалуйста, каким банком лучше пользоваться, не брокером? Я не знаю, я же не в России нахожусь. Сделай, пожалуйста, гайд на таблицу. Сделаю когда-нибудь, куда пропал. Очень ждем. И присоединяюсь к просьбе сделать гайд по таблицам. Забанили американское. Все, это к старому видео. Комментарий, да? В России инвестируем в Россию. Сколько лет можно инвестировать? Не знаю, наверное, с 18 официальный счет можно в брокерский атак. Например, тебе, не знаю, 5 лет. Ты взял телефон мамы, тыкнул 3 кнопки на телефон, не понимая, что нажал, и купил 5 биткоинов. И она такая, вау, через год биткоин вырос 10 раз. Ничего себе, ты инвестор. Подскажите, какую-нибудь платформу для начинающих инвестирует только в Сбер, инвестор, на телефоне. Хочу научиться теханализам. Это не про инвестиции, теханализ, это про трейдинг. Сквик как-то не разобрался. Метатрейдер 4.5, я понимаю, больше для Форекса. Очень хочу научиться не только инвестированию, но и трейдингу. Научите меня. Я не умею торговать на фондовом рынке, я торгую криптой. Или посмотрите, что-нибудь дельное. И второй вопрос, до каких сумм сейчас можно вкладывать на брокерский счет? Я, конечно, десятка миллионов не оперирую. Как вы для меня и один капитал. А, как вы для меня и один капитал. Сколько максимум вкладывать на брокерский счет? Можно, не знаю. Ну, миллиард положить, наверное, можно. Выше миллиарда вам уже придет, наверное, человек от брокера, скажет. О, нифига себе, вы что делаете для вас? Вон другие инструменты есть наши, закрытые. Трейдинг, говорит, ты занимаюсь. Это то, на что я живу. Это то, на что я живу. Как вы относитесь к бинарным ценам? Бинарный опцион – это развод лохов. Где все миллионы? Они в недвижимости. Спасибо, что посмотрели до этого момента. Пишите вопросы в комментариях. Подписывайтесь на канал и другие соцсети. Ссылки внизу. Ну, и не забывайте, что БКС по ссылке внизу. Это то, через что я инвестирую. Лучший брокер в России на данный момент. Я через него как раз акции покупаю бесплатный счет. Открывайте по ссылкам внизу. Удачи!